Ну тут ребята испанцы сейчас вернулись с маршрута, я говорю, как нам в лесу? Говорят, ну ты, говорит, иди быстрее, типа не замерзнешь. Красивые, замшилые кусты, деревья. То есть можно просто, неаккуратно оступившись, совершить непоправимое. Посмотри, какая красотища. И вот они, друзья, каньенисты. Классный домик, ну просто классика средневековья. Количество этих посадочных мест на этих скамейках соответствует количеству домов в этой деревне. То есть 10 домов. Мало того, что я как бы в восторге от этого маршрута, я еще и приключений хапнул по полной, просто по полной. Обалдеть! Погода продолжает лихорадить. Позавчера был прогноз, что сегодня будет просто шквальный какой-то сумасшедший ветер за 100 км в час. Вчера прогноз поменялся на просто идеальные условия. Типа ветер там до 20 км в час. Солнышко круглый день. Сегодня абсолютно чистое небо, без единого облачка. Но ветерок при этом чувствуется очень-очень нехилый. И по-хорошему, конечно, пора бы валить отсюда из Ордессы. Несмотря на все ее прелести. Но есть у меня как минимум одно незаконченное дело. Очень хочется пройти по тропе, которая проходит где-то вот тут-вот, высоко по склону. И мне кажется, что там должно быть очень даже прикольно на этой тропе. Я, правда, не знаю, насколько там будет прикольно при таком ветре. Но вот еще 11 вопросов, которые необходимо решить. Сегодня прям очень непривычные ощущения. Вот эти порывы, дикие порывы ветра, они приносят такую особую изюминку в сегодняшний поход. В одном месте я тут проходил, в кулуарчике. Листвы намело просто по колено, реально по колено. Я пересекал этот кулуар. Просто, не знаю, как зимой снежный сугроб как будто. Ну и, как видите, даже в такую не самую лучшую погоду. Я не одинок. Действительно, любящие природу люди. Их не испугать ничем. Еще одна кучка листвы. Прямо по коленочке, как положено. Я дошел до точки невозврата. Вот указатель на ту тропу, по которой я собирался идти сегодня. Тропы практически не видно. Она занесена листвой. Ну, я надеюсь, не заблужусь. Поначалу все очень даже спектакульно. Такая настоящая прям лесная тропа. Смешанный рельеф. Грунт с камнями. Ну, прикольно. Мне прям нравится. И никого нет. Тишина просто гробовая. Вот там внизу, я говорю, боялся за ветер. Но, видимо, это эффект аэродинамической трубы. То есть там внизу по основной траектории, по основному пути. Там ветер дует просто жуткий. А здесь на склоне лесок еще помогает. И, в общем, идешь, так достаточно тихо. Так, у меня тут попутчики образовались. Привет, собакин. Тебя как зовут? А? Здороваться будем? Не хочет. Суровый северный парень разговаривать не хочет. Ну, уже сам факт того, что я оказался не один на этой тропе. Подбадривает. Значит, тропа вполне проходима сегодня. Тут чаще приходится смотреть под ноги, чем в объектив камеры. Вот. Потому что, кроме того, что тропа самокорявая, и местами не очень хорошо просматриваемая, еще это нападавшая... Опа, тихо, стоять. Густонападавшие листва. Она играет роль такой сухой смазки под ногами. Ну, хватит показывать себя любимого. Я вам лучше покажу, что представляет из себя тропа. О! Тут все прям по-настоящему начинается. Каменная тропа. Слева обрыв. Ну, все как надо. А это вид на долину. Шикарный, открывающийся вид на долину. Там еще встречные люди идут. Я прямо начинаю даже огорчаться такому количеству. Ну, не попутчиков, а, наоборот, встречных людей. Ну, какая разница? Это всегда прикольно, когда ты типа такой, типа сусанин. Идешь один-единственный по дороге. Вот люди. Возраст не помеха. Оля. Абсолютно седые. Бодренько так шагают по таким не самым простым дорожкам. Я очередной раз не угадал с экипировкой. Ну, с одеждой, точнее сказать. И солнышко выглянуло. Припекать начало. И прям жарко стало конкретно. Ну, и смотрю, весь встречный народ идет в однослойных таких легких курточках. Ну, в общем, короче, решил я раздеться. Остался вот в одной флисовой курточке. Так, против солнца ни хрена не видно, наверное. Вот, вот так вот. Вот на мне одна флисовая куртка осталась. Ветровку убрал в рюкзак. Ну, надеюсь, не замерзну. Не, листва сегодня действительно начинает доставать. Прямо здесь вот я сейчас переходил. Участочек буквально 5 метров. Реально по колено в листве. А это, я так понимаю, русло водопада. Ну, в лучшие времена, когда много воды, здесь течет вода, скорее всего. Судя по тому, что здесь каменистый такой склон. Вот ты реально идешь. Там просто каждый шаг нащупываешь стопой, на что ставишь ногу. Потому что вот в таких местах реально можно просто кувыркнуться. Не знаю, что там под этими листьями находится. Слушайте, ну я прям начинаю дуреть от этой тропы. У меня сейчас то самое идиотское состояние, когда ты просто не можешь отключиться от объектива и готов снимать вообще там бесконечно, бесперерывно. А тем временем тропа-то довольно опасная. Ух, порывы ветра такие нешуточные. Вот вышел я на открытое пространство и такой просто шикарный вьюпоинт такой, смотровая площадка такая. Смотрите, какие виды. Но, к сожалению, тут приходится частично против солнца снимать. Вау, вау, вау. Я практически вертикально задираю голову. Все это буквально висит надо мной. Ощущение такое, я стою. Сейчас даже я припал вот сюда вот на этот склон. Облокотился задницей. Потому что стоять тут, просто стоять, ну реально страшно. Подо мной вот такой вот уходит, ну не вертикально, то я не знаю, уклон градусов 60, наверное, вот такой травяной склон. Но, ребята, ощущение это не рассказать, просто не рассказать. Здесь побывать надо, конечно, это сволочи, сволочи, ордесы ты, а. Ребята, вот это вот то, что называется против лома нет приема. Смотрите сюда. Вы только посмотрите сюда. Тяжело снимать, потому что порывы ветра буквально вырывают телефон из рук. Мой сегодняшний маршрут, он имеет такую серпообразную, или как сказать, Г-образную форму. То есть я шел большую его часть вдоль долины. Где там моя рука? Вот таким вот образом. Сейчас я завернул за угол и иду вот сюда вот в этот кулуар. Эта тропа закончится где-то там, вот возле водопада, там чуть ниже водопада, где-то вот там, в кулуарчике. А как раз напротив меня вот тут проходит тропа Флорес. Это высшее достижение моей прошлой поездки сюда, в долину Ордесы. И подъем на ту тропу происходит тоже через этот самый кулуар, только по той стороне. То есть ты поднимаешься где-то вот там, потом где-то здесь вот в районе водопада преодолеваешь где-то метров буквально 20-30 в Еаферату. По камням, по скале, по отвесной. Поднимаешься по ступенькам на водопад. И потом вот этот, это вот цирк, цирк Кататуэро, так называемый. И потом вот по этому склону забираешься туда, на Флорес. Вид, конечно, я вам скажу. Не знаю, как называется вот этот вот кусочек. Тоже, наверное, какой-нибудь цирк. Ну, потому что, видите, он такой напоминает, вид амфитеатра такого имеет. Надо будет посмотреть потом по карте. А теперь смотрите вот сюда. Охренеть! Я снимаю сидя, потому что стоять невозможно. То есть снимать в стоячем положении тут невозможно. Вся эта хрень нависает прямо надо мной. Наверное, в метрах в 200 сверху. Вид на тот же цирк с другой стороны. Я преодолел его максимально быстро. Прям бегом, бегом, бегом. Никакой видеосъемки там не могло быть и речи. Потому что весь этот камнепад, это же не просто так, не по щучьему велению. Все это упало. Упало вот отсюда. И теоретически в любой момент это может упасть снова. Прямо мне в темечко. Да, парниша, ты думал, ты самый хитрый и убежал от самой большой опасности? Посмотри сюда теперь. Представь, что сейчас рухнет вот этот балкончик. Вот это будет номер. Под самый конец этой тропы начались самые приколы. Вот смотрите сюда. Вот так мы и будем идти. По этим бесконечным циркам, сменяющим один другой. По этой гнусной каменной сыпухе. И по таким вот карнизикам. Да. Все это, конечно, очень впечатляюще. Когда бы не было слегка пугающим. Фадес. Посмотрите сюда. Только посмотрите сюда, что творится. Так, тихо, тихо, тихо. Ветер, ветер, ветер. Ты могуч, ты гоняешь ста и туч. Ты волнуешься не море. Но меня лучше не трогай. Ну, кто-то скажет, что здесь совсем небольшой уклончик. Я скажу, градусов 45. Но карниза вообще как такового нет. То есть тропа просто идет. Я сейчас попытаюсь угадать. Вот она идет. Здесь, здесь. И вот где-то вот здесь. То есть она даже едва-едва угадывается. То есть ты просто тупо идешь по склону. А сейчас у меня на питью прям настоящий классический камнепад. Вот такой. Из крупных булыжников таких. Ну и пересекать его, соответственно, прям таки сказка. В горах ненадежен ни камень, ни лед, ни скала, да? Приходится буквально нащупывать ногой каждый камень. Пробовать его сначала, прежде чем наступить на него. Шатается, не шатается. Я выжил. Честно говоря, я думал, что все самое сладкое уже закончилось. А нет. Смотри, какой сказочный лесок. По сути, точно такой же камнепад. Только еще из еще более крупных булыжников. Но который успел покрыться грунтом. И здесь проросли сосны на этом грунте. И они так довольно редко растут. Ну то есть сосны растут нередко, но между ними ничего не растет. То есть вот сосны, трава и камни. Прикольно. То есть никакого мелкого кустарника. Но смотрится это очень здорово. Ну и походу я начинаю потихоньку спускаться. Ну я чувствую, что я где-то начинаю приближаться к переправе. Потому что речку уже там видно явно. И тропа начинает стремительно идти вниз. То есть сейчас где-то я, видимо, там подойду к переправе через речку. Ну речка, понимаете, такое относительное. Это скорее такой бесконечный, размытый по камням водопад. И посмотрите сюда. Вот такая вот порнография. Это что за дела? Я думал, здесь какой-то будет такой каменистый, там какой-то переход, перепад, там что-то такое. И что вы мне предлагаете по этому мосту переправляться? Баба-яга против. Вот мои ноги. Вот речка. Вот одна ступенька. Вот другая ступенька. Ну что, по правой или по левой? Так, с камерой в руке, наверное, по левой. Вот он мост, вот он. Видите? А вот она речка. А вот он я. Тропа просто... Просто, как это сказать-то по-русски, бомбическая. Во! Тропа бомбическая. Виды сумасшедшие. Она такая разнообразная. То есть там где-то по лесу идешь сначала. Потом по другому лесу. Потом по открытому пространству, по таким, значит, там высокогорным лугам. Потом по каменным осыпям. Потом опять спускаешься в лес. Ну, в общем, впечатление, конечно, море. И она... Она несложная, в общем-то. Причем я в этот раз поступил как бы хитро. То есть вот там, где я сейчас спускаюсь, тут достаточно крутой спуск. То есть можно было подняться здесь по этому крутому спуску. Убить здесь ноги. И потом там постепенно, плавненько спускаться. Я пошел другим путем. Наоборот, я плавненько поднялся по долине к началу той тропы. Потом так же плавненько ту тропу прошел в режиме снизу вверх. Она примерно на плюс-минус горизонтально. Она чуть-чуть идет с набором, с довольно плавным набором. То есть она неравномерная. Она там где-то идет такая, виляет вправо-влево, вверх-вниз. То есть спустился, поднялся. Вот. Ну, в общем и целом она идет с подъемом. С подъемом довольно-таки плавненьким. Охренеть. Я думал, все, уже света ни на что не хватит. Какой у меня знаменитый телефон, а. Какой он молодчина. Он даже при таких малых световых условиях снимает просто замечательно. На экран смотрю, там прямо такие, такие прямо краски, как будто в яркий солнечный день идешь. А тут уже реальные сумерки на самом деле. Вот, видите, тут у нас опять же смешанный лес. Елки плюс березы. Ну, пусть это будут березы. Не знаю я, кто это такие. Осины или кто они такие. Да березы, реальные березы. Вы посмотрите. Белоствольные. Да, и листочки мелкие. Самые настоящие березы. Лес такой прямо жестокий, буреломный. Стволы такие конкретные повалены здесь. Обалдеть. Я не понимаю, это чистка леса была? Их специально пилили? Ну, да, что-то, видимо, специально пилили. Вот видите, там отпиленные бревна. Это, видимо, чистили лес. Какие-то умершие деревья спиливали. А что-то, может быть, и само повалилось. Не знаю. Да, лесоповал тут прям конкретный. Обалдеть. Лесосека такая. Ну что, все. Очередной боевой день завершен. Я вышел из леса. Уже здесь на дне долины нахожусь. Топы по основной, видите. широкой дороге. Вот там даже люди какие-то показались в конце. Вот. Подхожу тут буквально, не знаю, тут последние какие-то сотни метров до парковки. Ребята, день был прямо вот, ну, удачный. Прямо классный. По впечатлениям, по самочувствию, по как бы я просто вот сейчас великолепен. Вот. То есть шикарное настроение. Самочувствие тоже бодрое. Ножки так подустали. Ну, ничего, ничего такого смертельного. Вот. Думаю, что завтра смогу вполне продолжить в таком же темпе. Ребята, приезжайте в долину Ордеса. Это сказка, которая, мне кажется, она никогда не закончится. Я хожу, 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 хожу по этой сказке. А она все новая и новая. Дверь мне открывает. Мне, честно говоря, самому интересно стало, где я вчера лазил, то есть на каком уровне. Ну, я сейчас вот разглядел. То есть я вчера по дну долины ушел вот туда, вылез вот на тот уровень, там как раз вот место, где водопады все. После водопадов полез через лес, вылез вот сюда на склон и шел я вот на этом уровне. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, прямо вот на границе леса и скал. И потом вот здесь вот, вот тут вот я проходила моя тропа. Вот так вот она, вот туда уходила, в кулару этот. Ну, то есть, грубо говоря, на середине вот этого скалистого массива, короче, где-то порядка 500-550 метров. Это высота относительно дна долины. Куст, который полностью состоит из колючек. Тут так ветками не пахнет, реальный ежик. Я вот даже осмелился на то, что иду и постоянно снимаю одной рукой. Ну, на самом деле, не так страшно, вот если не смотреть направо, вот, ну, честно говоря, это как бы поджилочки трясутся. Ребята, вы будете смеяться, но я на фахете так не очковал, как я очкую сейчас вот здесь. И вот по этому узкому перешейку идет тропа туда вот наверхушку этого утеса. Вот я все вот тут преодолел. Охренеть, смотришь, сам не веришь. По этому желобу, хватаясь руками, то с тобой и ногами там за эти штырьки спускаешься. Смотрите, какая встреча. Меня здесь поджидает целое стадо горных козликов. Но это было вообще ничто по сравнению с тем, что вот я сегодня видел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok